Поэтому можете себе сказать, хотя бы раз в неделю я приду и приму в этом участие. И мы говорили с Эдди, и я сказала, что наш успех в том, что за нами церковь, которая 16 лет, каждое утро несколько семей начинает с молитвы за нас. Утрен, няколко семейства започват с молитва за нашу церковь. Уже не одна, а несколько церквей, слава Богу. Даже не одна, а няколко, слава на Бога. И слава Богу, что мы не самоуверены, но мы уверены в Господе. Еще до свидетельства. Има ли още свидетельства? Молодежь започнаха да дават много свидетельства. Но Эдди молодой парень, по сравнению со мной, но вот такие молодые, горячие, понимаете? Но такие вам молодые, горячие, хора. Вот у таких есть вот этот вот зуд вот здесь. Или дисциплина советская еще оттуда. Идите и проповедуйте по всему миру. Идите и научите все народы. Я не знаю, как вы, но я, как Эдди, уже всех, извиняюсь за выражение, задрал этим Марко 16 главой, понимаете? Идите и проповедуйте. Переводи, дорогая. Простите, пожалуйста, я не успеваю за вами. Значит, я поддерживаю Эдди. Ас, поддержим Эдди. Когда внутри огонь. Куда-то ватри ему огонь. Не важно, сколько тебе лет. 16 или 75. 16 или 75. Или как молодым 65. Не важно. Не важно. Этот огонь ведет тебя вперед. Тоже огонь ты в воде. И не важно. Вот я хочу откликнуться. На что я хочу откликнуться? На вот его заявление. Хочу обратить внимание. Люди с таким состоянием духа, они могут быстро заплакать. Те могут лесно заплачать. Потому что Святой Дух касается. За что-то Святой Дух докосва. Так касается, вот как будто ты переживаешь, но не знаю, какое чувство переживаешь. И брызжет из тебя. Вот это я очень хорошо понимаю. Такое чувство и излиза от тебя. Много добре его разбираем. Особенно, когда мы говорим о вере. Особенно, когда мы говорим о вере. Вот он сейчас сказал. Той сега каза. Мужику режет ногу. Режет, 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 режет. На мъжа му режет крака, крака и режет, и режет. Скажу так. Ленивый религиозный мозг наш. Искам да кажа, че ленив религиозный мозг нашия мозг. Говорит, ну да, чудеса, конечно, они есть. Но надо же реально смотреть на вещи. Главное, чтобы му башку не отрезали. Хотя бы молись, хотя бы, чтобы остановилась. А он говорит, чтобы выросла. Нога, чтобы выросла. Потому что у нас есть свидетельство. Потому что в Библии написано, что Богу возможно все. И Смит Вигглс, например, говорил, а че это ты пастор и без ноги? Он говорит, так в молодости трамвай и мотел. Он говорит, ты че, вообще больной? Ты пастор и без ноги? Он говорит, а что я сделал? На деревяшке ходишь? Позор. Он говорит, а че я сделаю? Я в молодости подержал. Так молись, чтобы выросла. В общем так, завтра пойди и купи двое ботинок и ходи в двух ногах. И на него ему говорят, утре да си купишь обувки и да ворвишь с двете обувки. Вера есть осуществление ожидаемого. Он пошел в магазин на одной ноге. И продавец ему говорит, что какой ботинок уронит? Два давай. На один крак. Два. Один надел, а в другую культу ставил. И продавец ему питал, колку бубки да си вземе. И в ботинках ушел. И той казал, две да си вземе. Есть такая книжечка «Эффективная молитва». Тоненькая такая, называется «Эффективная молитва». Смик Чат, Чак Смит, автор. На Чак Смит. Говорит, звонит мне в слезах и в соплях моя девушка, женщина из моей церкви. Прихожанка. Моему мальчику, там, пятилетнему, придавила автомобильной дверцей палец. Похоже, раздробила, везем указательный палец. Везем в больницу. Молитесь, пастор, молитесь. Я, говорит, стал на колени и пережил такое сострадание. Такой вопль выдал. И через время я понял, что Бог отвечает. Все будет хорошо. Она мне звонит через некоторое время. Врач сказал, что положение очень плохое. Но мы посмотрим до утра. Ампутировать пока не будем. Там все раздроблено. А потом, значит, на следующий день она кричит в труппу. Вы нам обещали. Вы сказали, что Бог ответил, что все будет хорошо. Палец ампутировали. Мальчик, пятилетний. И говорит, я упал на пол и плакал. Я был разочарован. И я предъявил Богу претензии. И два дня я ходил раздавленный полностью. Моя вера покачнулась. А на третий день телефонный звонок, и там вопль. Пастор, пастор, мы на видео записываем. Палец вырос уже. Сейчас формируется ноготь, формируется. Мы все это пишем. На глазах у всех все в шоке. И я, говорит, снова упал на пол. И снова плакал. И каялся перед Богом. И я сказал, что я ленивый религиозный человек. Который не верит в то, что написано. То, что написано. А теперь свидетельство, если вы не удержаете. Коротко. Я же не задерживаю никого. Еще час могу я по свидетельству. Я же помню, у нас сегодня еще причастие. Поэтому я коротенько за час. Значит, у меня была ситуация не так давно. И мы хотим на ситуацию наскоро. Знаете, красиво в Библии написано гневаться. Пишем в Библии красиво, да се гневим. А по-русски называется психовать. Да, в простоте народа. А вдруг начинцы казвавов народа да смелуди. Да, гнев, грех. Правда, да? Кто знает, что гнев. Гнев, грех. И я, ну, ситуация такая случилась. На пустом месте и я разнервничался. Распсиховался и разгневался. И я просто в такая лесная ситуация, аз просто бях много гневен. Я досах се. Но я же верующий. Я же знаю, что надо это выкорчевывать, такие вещи. Не допускать. Просто сделаю. И знам, че не треба да допускам такива неща. Я глубоко подышал. Открыл Библию. Открыл Библию. На псалтырь. На псалтырь. Книгу. Книгу открыл. Не в интернет, а книгу открыл. И попал в четвертый псалом. И аз попадных на четвертый псалом. И читаю этот псалом. Петь его в Болгарската Библия. Плохо входит в голову. Дохожу. Первый стих прочитал. Второй заставляю себя дышу, заставляю себя не нервничать. И аз читаю, читаю, читаю. Читаю пятый. И вдруг на пятый натыкаюсь, и сразу у меня все прошло. И на пятий стих всешно стигом и всечку минава. Гневаясь, не согрешайте. Написано там. То есть Бог увидел меня. Он увидел меня. Говорит, Олежий, ты что, долбанулся вообще? Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших. На ложах ваших. И утишитесь. Давай я переводы все прочитал, значит, как это читается. Ляг на постель и утишься. Подыши и успокойся. Прекрати психовать. И я начал читать. Открыл симфонию. Слово гнев, знаете, сколько в Библии раз? Знаете ли слово гнев? Думато гнев колку поти. А потом идет. Гнева. Знаете, сколько раз? 113. А потом гневаться, гневаться, гневаешься, гневался, разгневался, гневающийся, гневаясь. И всички глаголи свырза не созгняв. Вот она, суть человеческая, заложена в Библии. И я понял, я не один такой. Мне стало легче. Я успокоился. Я успокоился. А потом начал читать притчи. И после започных дочитать притчи. И сказал, боже мой. И казах, господи. Перестань гневаться и оставь ярост, не ревнуй до того, чтобы делать зло. В гневе можно делать зло. Как дам сейчас и дух вышиваю из тебя и в тюрьме пять лет проведу или двадцать пять лет. Понимаете? У глупого тотчас же выкажется гнев. У глупого. Ты что, глупый? Я начал читать, и я увидел, что благоразумие делает человека медленным на гнев. Что глупый весь гнев свой изливает, а мудрый его скрывает, оскорбление скрывает. Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездит со в сердце глупого. И так, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скорно слышен и медлен на слова, медлен на гнев. И так далее. Множество, множество местописаний, на которые указывает нам Бог. В повседневной жизни верующий человек кроток, смирен и не гневен. Это гнев разрушает человека, убивает его. В стрессе люди умирают от инфаркта, от инсульта. Адреналин убивает. Вы услышали меня? Поэтому вы на меня не гневайтесь. Не все гневайте вверху мене. Слава Богу, что он написал. Слава на Бога. Слава Богу, что он конфликнет. Спасибо. Слава Богу! Слава Богу!